Почему количество несчастных людей, которые одиноки из-за безответной любви или, казалось бы, неожиданного развода, увы, растет с каждым днем? Как пережить неразделенную любовь? Как выйти из зависимости в безнадежных отношениях и навсегда не разбить себе сердце? И начнем мы с того, мои хрупкосердечные, что неразделенной любви не существует. Любовь всегда взаимна. Неразделенной бывает только зависимость. Так как любовь и зависимость всегда присутствуют вместе. Не бывает любви без зависимости, не бывает зависимости без любви. Отличия только в пропорциях. Немного любви, много зависимости. Много любви и чуточку зависимости. Любовь – это готовность давать. Зависимость в отношениях – это стремление получать. Но посмотрите на самую бескорыстную любовь. На, можно сказать, образец абсолютной любви. Любовь родителей к детям. Не зря влюбленные люди, но в болезненных состояниях, ищут именно такой родительской безусловной любви. Такая ли она бескорыстная? Отнюдь, мои подруги и друзья, отношение к детям выглядит бескорыстным только сейчас, когда зрелому и относительно состоявшемуся человеку с повзрослевших детей взять нечего, да и не нужно. Но еще 200 лет назад детей воспитывали примерно в тех же целях, что и домашний скот – для помощи по хозяйству и обеспечения в старости. Именно такое отношение к детям являлось до некоторых пор эволюционной нормой. Видите, даже в самой жертвенной любви коится стремление получать. Из этого может следовать, что стремление заполучить или поиметь возлюбленную и объясняет жертвенность зависимого влюбленного. Плохая зависимость – это стремление получить вымышленное, то, что на самом деле и в долгосрочной перспективе не нужно вам, или то, что идеализированный вами партнер не может вам дать. Обычно в болезненном состоянии мы приписываем себе недостатки, а партнеру – достоинства. Поэтому в плохой зависимости человек хватается за партнера, пытаясь вытащить им себя. Тогда почему же настоящая любовь взаимна? И как понять, что чувства у вашего избранника или избранницы полностью взаимны ваше? Вначале обратимся к статистике сайтов знакомств, которые однозначно свидетельствуют. В запросах анкеты каждый и каждая ищет себе идеального партнера во всех отношениях. Для мужчин, кстати, это девушки 20-22 лет. При любом возрасте мужчины. Какие проказники. В реальности же главным фактором любви и построения отношений оказывается проявленный другим человеком интерес. Мы влюбляемся в тех, кто влюбляется в нас. Любовь развивается по спирали. Немного интереса одного партнера, в ответ немного интереса другого партнера. Все это воспроизводит больше интереса с обеих сторон. Вскоре взаимное взближение превращается в любовь. И это правильно. После таких рассуждений, теперь понятно, почему неразделенной любви не бывает. Отсутствие интереса у одного партнера останавливает спираль развития любовного чувства. Искорки потухают. Это нормально, болезненно и драматично, когда в ответ на отказ одного партнера они раздуваются в огонь желания у другого. Вероятно, большинство нас с вами испытывали неразделенную любовь или хотя бы остро переживали отказ в отношениях. А может это все вы переживаете сейчас. Тогда вам будет легко осознать и представить, как образ недоступного уже партнера мгновенно вырастает до небес. Совершенно обычный человек внезапно стал идеальным. Небольшая приятность отношений с этой женщиной или этим мужчиной вспучилась до цели вашей жизни. Происходит отрыв воображаемого образа человека от реальности. Каким ничтожным вы чувствовали себя в неразделенной любви? Вы не заслужили любви, вы ее недостойны, другие кандидаты лучше вас. Вы рассуждали в категориях ценностей, она ценна, она нашла себе ценного партнера. Вы не ценны и вообще не какашка. Хотя вместо этого нужно было сделать здравый вывод подобным, например, такому. Не всем нравятся яблоки, некоторые предпочитают апельсины. У нее, моей неудавшейся избраннице или избранника, просто другой вкус. Не зря трагедии драмы неразделенной любви обычны в юности. Гормоны уже есть, а работы еще нету. На родителей, их дом и зарплату нельзя особо рассчитывать. И юноши по уши влюбленные, но без средств, ощущают себя даже не над пропастью, а падающими в нее. И вот для такого юноши случайно встреченный подходящий партнер, девушка, женщина, обретает идеальный образ. Обладательница этого образа даст любовь и заменит ему маму. Не зря мамы не любят невесток. Но вы справедливо можете задать вопрос, но а магия любви с первого взгляда существует же? На этот вопрос у меня плохие новости для всех романтиков. Она любовь с первого взгляда вовсе не с первого взгляда. Сначала был ваш интерес. Эволюция научила нас хорошо разбираться в людях с первого взгляда. Затем был ее интерес. Может в ответном взгляде, но скорее всего во множестве фраз, взглядов и поступков в следующей неделе. А потом вы про это все забыли и помните только первый взгляд. Этим и объясняется совместимость мужчины и женщины в любви с первого взгляда. Так вот, мои хорошие, страдающие от безответной любви или развода, что же может вам пережить неразделенную или утраченную любовь? Все просто. От этого недуга хорошо излечивает высокая зарплата. Или любое интересное занятие, которое поддерживает вас ощущение собственной значимости и ценности для общества. И нет никакой разницы, мужчина вы или женщина. Попробуйте, станьте независимы и после уже делайте ошибки в любви дальше, даже с теми же, с кем вы их совершали, но уже на другом уровне своего развития. Это интереснее, чем топтаться на одном месте со своей драмой и страдать. И еще один трюк от несчастной любви – это соглашаться или звать на свидание всех тех, кто проявляет к вам интерес, зная или не зная о вашей сердечной драме. Просто выберите те места, в которые бы хотелось пойти и самой, самому. Любимые музеи, парк, на коньках покататься, какой-то спектакль. Да просто погулять где-то и пообщаться. Можно даже женщине предлагать мужчине туда сходить. И в любом случае не обломаться в свете своего печально-страдательского состояния, ведь вы идете туда, где вам нравится. Провести хорошо время, просто узнав нового для вас человека в качестве развлечения. Попробуйте реально узнать, что в нем или в ней есть интересного. И есть хороший шанс, что произойдет нечто волшебное. Скорее всего, он, привыкший к тем женщинам, которые всю встречу говорят только о себе, посмотрит на вас очень удивленными и заинтересованными глазами и подумает, ох, нифига себе, а ведь эта женщина, этот мужчина, такой интересный, умеет очаровывать, может сходить с ней и с ним еще куда-нибудь. Это будет ваш первый шаг в сторону выхода из безнадежных отношений. И у вас появится выбор, идти дальше или не идти. И я советую идти, заново учиться общаться с мужчиной или женщиной в романтическом ключе. Это точно пригодится в жизни. Оставляйте ваши комментарии с болями и печалями под этим видео. Поделиться подобным это уже 80% успеха. И хитрые психологи об этом знают. Но я не такой, у меня все бесплатно. Ну не за деньги, по крайней мере. Как, наверное, понятно, меня мотивируют ваши лайки и подписки на канал. Не скупитесь на эту столь скромную для вас и столь желанную для меня валюту. Ведь впереди у нас много новых побед. Впереди у нас нового мира рассвет. Всем спасибо, всем пока. С вами был Ави.